За три минуты я все объясню, потом я включу его прекрасное пение, а потом я включу его обычное пение. И максимально коротко. Так, прежде всего хочу вам сообщить всем, что на горе свистнул рак. Откуда я об этом узнал? Дело в том, что вчера или позавчера я включил пение у Манчука, спел он хорошо, попал во все ноты, голос звучал очень хорошо. И единственное объяснение, которое мне сразу пришло в голову, ну, наверное, рак свистнул на горе. Потому что после 50, наверное, или 100 ужасно спетых песен, жутким голосом с колоссальным количеством вокальных дефектов, плюс еще фальшивые ноты, и вдруг, ба-бах, очень хорошо спетая песня. Так, ну, сейчас я все включу, давайте я вначале все объясню, потом все включу. Ну, во-первых, начинается пение с бэк-вокалок, на которые он рот не открывает вообще. Потом бэк-вокал продолжается, он начинает под этот бэк-вокал открывать рот. Потом он начинает имитировать пение, при этом не совпадает его открывание рта начальное со звуком на экране. В-третьих, у него артикуляция вообще не совпадает. То есть он рот открывает, не зная слова. И четвертое, в некоторые моменты, обратите внимание, он открывает рот широко, как оперный певец. Но, во-первых, он не умеет петь с широко открытым ртом. Понимаете? Он хорошо не умеет петь, как обычные эстрадные певцы поют, с полузакрытым ртом. А уж широко открывает рот, как оперники делают на какие-то ударные ноты. Ну, естественно, те ноты, которые издаются в момент его широкого открытия рта, это совершенно не те ноты, которые поются с широко открытым ртом. То есть это абсолютное, полное, ну, стопроцентное доказательство того, что это, конечно же, не он поет. То есть это пение чьё-то, может быть, какого-то известного певца. Я не буду копаться, выискивать это. Вот. Но вот единственный шанс для Уманчука хорошо спеть, это взять чей-то голос. Вот. Кто-то может возразить, что ты там придираешься. Он, наверное, спел сам. Вначале он сделал запись голоса, а потом он просто сделал такое видео. То есть он как бы спел под свою же собственную фонограмму. Ребяточки, когда певцы поют под свою собственную фонограмму, они знают, когда нужно открывать рот. У них бывают какие-то микроскопические несовпадения со звуком, но не такие дубовые, как это. Вот. Ну, только Сашу можно похвалить, потому что зрители заслуживают хорошего пения. А единственный способ получить хорошее пение для Уманчука – это взять чей-то голос. Так что в целом его, конечно, можно похвалить. Это первый вариант, который, вероятность которого, по моему мнению, 99%. Это просто чужой голос. 1% остается вот на что. Это спел он, но звук записан после очень глубокой переработки программы. Причем там не только автотюн должен работать, который фальш его убирает, потому что он постоянно фальшивит. А в этой песне фальши нет. То есть не только идет работа по регулировке нот в правильную частоту попадания нот, но еще и обработка голоса, потому что он просто петь не умеет. У него звуки мерзкие вылетают, потому что у него нет вокальных навыков. Он не знает, как вот эта часть горла должна работать, как вот эта часть горла должна работать, как рот должен открываться. Он не знает, не понимает. Ему 4 года мало. Еще лет 400 может его бы поучить. Может, он смог бы научиться петь. На этом у меня все. Саше спасибо за то, что я, в общем-то, поржал, конечно. Вот это все. Вообще, смех у меня постоянно вызывает. Вот сейчас я даю вам его красивое пение чужим голосом. Ну, а потом я поставлю вам обычное его фальшивое пение с мерзким голосом. То есть как натуральный его звучит голос. Так что вы сделайте вывод сами, послушайте его красивое пение, потом обычное его пение. Саше желаю успехов в вокальном обучении. Значит, внизу, в нижней части, я написал слова песни и большими буквами я выделил то место, где он сфальшивил, чтобы вам легче было определить. Вот. Что касается мысли Юли, как я прочитал по ее мимике, я написал у нее над головой. Посмотрите за ее мимикой и скажите, согласны ли вы с тем, что я написал. Правильно ли я угадал ее мысли или нет. На этом все у меня. Желаю всем удовольствия от прослушивания. Не знаю, получите вы или нет, но я уже второй день смеюсь. То есть вчера я посмотрел первый раз, посмеялся. Вот. А сегодня я, не знаю, вот сколько мне заняло времени вот это вот делай. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем. Что-то у нас ок... Ну, Юля, а мне что? По полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. А, напоследок чуть не забыл. Я, так как я человек добрый, то я Саше и Манчуку дам несколько советов. Очень ценных, очень ценных. Первое. Нужно закрыть рот и не петь до тех пор, пока, Саша, ты не натренируешь свой музыкальный слух. Каким образом ты его будешь тренировать? Ищи упражнения. Я в свое время свой слух тренировал. Я искал упражнения. Я упражнений не нашел. Мне пришлось самому себе придумать четыре упражнения для отработки музыкального слуха. Так что мужайся, ищи упражнения. Если повезет, и ты найдешь хорошее упражнение, то у тебя разовьется слух, и ты сможешь. Наверное. Хотя, знаете, это очень сомнительно. Все-таки четыре года человек отучился, и слух полный ноль. Но надо все-таки, знаете, надежда всегда должна быть у человека. Потому что я вот... У меня слух такой же был дубовый, как у Саши приблизительно три года назад. До того, как я вот этими упражнениями занимался. Так что я, в общем-то, ему сочувствую. Но в отличие от него, я никогда музыкой не занимался. Ни с педагогами, ни в какое учебное заведение не ходил. Так что я лично имею право полное скрипеть, как не смазанная телега. Значит, вначале разберись со слухом. Пока не натренируешь слух, рот закрой, и ни ноты не пой. Потому что это просто, ну, комедия Чарли Чаппо. Следующий. После того, как ты слух отработаешь, иди к педагогам-оперникам. Иди к педагогам-оперникам. Потому что только педагоги-оперники могут научить хорошо петь. Вот, например, Дятлов учился у Эдуарда Хиля, а Хиль по образованию оперник. Вот Сергей Волчков оперник, по-моему, какой-то оперный факультет заканчивал. Магомаев. В Магомаеву было оперное пение. Юрий Гуляев. Это вообще фантастический оперный певец. Он работал в опере 20 лет. И на эстраде был, и в опере. То есть он, конечно, это вершина, вершин. Кого еще называют? Ну, Тамара Синявская всю жизнь проработала в опере. Она не очень часто пела там на «Голубых огоньках». Пока!